МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа День с толком. В студии Елена Кузовкина. Здравствуйте. Смотрите выпуски. Митинг в защиту парка Ленина прошел без представителей власти. Отлить фигуру из шоколада в Барнауле открылся шоколадный музей. Новогодний сюрприз от телеканала Толк. Журналисты поют для своих зрителей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пятеро человек погибли. Смертельная авария произошла накануне в Косихинском районе. По предварительной версии следствия, 24-летняя девушка выехала на встречную полосу. В результате столкнулись два автомобиля. Тойота и ВАЗ-2107. Никто из участников аварии не выжил. Всего же за выходные в регионе десятки машин, в том числе общественный транспорт, угодили в кювет. Автобус маршрута 113 слетел с дороги. К счастью, никто из пассажиров не пострадал. А вот бабушку, которую накануне сбили в Барнауле на улице Никитина, спасти не удалось. Авария произошла возле Покровского собора. Очевидцы говорят, старушка переходила дорогу по пешеходному переходу. В этот момент ее избил лихач. В госавтоинспекции напоминают, что снегопад и метель снижают видимость на дороге. А значит, любая поездка потенциально опасна. Необходимо соблюдать скоростной режим, а при возможности воздержаться от поездок на дальние расстояния. А сейчас еще к одной резонансной обсуждаемой теме. Особый статус городским паркам и отмена всех запланированных строек. Такие требования звучали на прошедшем в Барнауле митинге в защиту зеленых зон. По данным организаторов, митинг посетило более 150 человек. Главным раздражителем общественности стало объединение объявлений о предстоящем строительстве спорт-объектов в парке имени Ленина и в сквере рядом со стадионом «Лабиринт». Напомним, министр спорта, общественники, экологи и политики встречались, чтобы решить спорные вопросы, но к договоренностям не пришли. Поэтому противники застройки парка провели митинг. Его участница, журналистка Анна Семина, рассказала нам о главном требовании. Требования ускорить принятие изменений в закон о охраняемых зонах, о зеленых зонах Барнаула. И причем это касается не только зеленых зон Барнаула, но и всех зеленых зон и парков Алтайского края, чтобы они стали особо охраняемой территорией, где запрещено строительство. Кстати, как должен выглядеть парк уже может объяснить политолог-социолог Константин Лукин. Он провел опрос 2000 барнаульцев об их видении идеального зеленого уголка в черте города. А людям нужна вот такая дикая, неблагоустроенная природа. Простите. Вот смотрите, вот это первый момент, почему в обществе сразу же высказался огромный протест, и почему он нарастает, и вот эти аргументы про плохие деревья, кленные и так далее не будут работать. Жители хотят видеть кусочек зелени в городе. И участвуют они в этом, даже просто, простите, проезжая мимо, не гуляя там. Вас, жители, никогда не поймут, если вы будете рассказывать, сколько плохих деревьев, как вы это огородите и сделаете. Да, и плюс при этом, при этом огромнейший запрос именно на бесплатность нахождения на природе. Вот это сейчас то, чего жителям не хватает, простите, это больше 55% запроса жителей. У нас здесь все-таки речь вот про два объекта. Зеленый объект отдельно и спорт отдельно. Вот все нужно, но как нужно соединить. Проблема в том, что вот фокта мы видим, да, а все остальное нету. И нигде, кроме ожиданий, не было. К другим темам. Музей шоколада открылся в Барнауле. Все его экспонаты отлиты вручную. Кто решил реализовать сладкий проект, где расположен музей, что там можно увидеть, расскажем далее. Валентина Добычина всю жизнь работает с шоколадом. Сначала продавала конфеты, ездила по разным странам за новыми вкусами. А пять лет назад у нее появилась идея создать музей шоколада в Барнауле. Такой же красивый, масштабный, как у фабрики «Красный октябрь». Мы хотим показать историю вхождения шоколада в Россию. Это тоже немаловажно. Много мы рассказываем о советском шоколаде, потому что он просто сам по себе, по качеству был исключителем. Здание музея историческое. Его реставрировали три года, чтобы расположить там более 500 экспонатов и производственный цех. Сырье для фигурок привозят из Швейцарии и Италии. Шоколадные скульптуры созданы на разные темы. Здесь и сладкое оружие, композиции на праздники и исторические предметы. Вот эта шоколадная русалка самый большой и тяжелый экспонат в музее шоколада. Он весит 10 килограмм и сделан из бельгийского сырья. Мастер, которая занималась этим экспонатом, делала его полностью вручную, потому что такой большой формы для шоколада в музее нет. На русалку у шоколатье ушло три недели. Скульптуры поменьше, делаются быстрее, намного проще по определенной технологии. У нас есть специальные формы из силикона. Нужно определенную температуру сначала довести шоколад, чтобы протемперировать его до рабочей температуры. И потом мы уже заливаем фигуру, ставим в холодильник на какое-то время, достаем из фигуры, как бы раскрашиваем. Экспонаты готовы. Экспозиции, говорит Валентина Добычина, будут меняться раз в несколько месяцев, а также на базе музея будут проводиться мастер-классы, на которых можно приручить такой капризный материал, как шоколад, сделать его пластилиновым и создать съедобное произведение искусства. Полина Жданова, Илья Халяпин, День с толком. Зрители телеканала Толк скоро увидят знакомые лица наших журналистов в музыкальном клипе. Наша редакция записала совместную песню. Текст и музыку уже по доброй традиции предоставил автор и исполнитель Лев Шапира. Где-то фальшиво, не вытягивая ноты, но с душой. Выйти к микрофону и спеть для кого-то уже подвиг. Звезды телекрана признаются. Пришли, чтобы расслабиться, но оказалось, что петь куда сложнее, чем снимать репортажи. Я учился играть на гитаре для того, чтобы петь Высоцкого и Акуджава. А получается только Мишу Круга. Вот мой уровень пения. Я просто выросла на песнях Наташи Королевой. И с того момента, как я их послушала, я поняла, что мне очень нравится петь. Я пою в губома, пою в машине. Автор песни Лев Шапира. Известный композитор, певец. Кстати, Лев – бессменный музыкальный куратор наших журналистов. Под его надзором проходит запись каждой новогодней песни. Кстати, совет. Запись песни всем коллективам лучше любого тимбилдинга. Да и плюс 100500 к новогоднему настроению. Я 31 декабря не садился за новогодний стол уже 20 с лишним лет. Поэтому у меня новогоднее настроение, оно не такое с салатом Оливье, там с елкой связано. Оно немножко другое. Ну а что в итоге получилось из творческого союза самых музыкальных журналистов телеканала «Толк» покажем на этой неделе в наших выпусках новостей. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком. На этом у меня все. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компания «Эвалар». До встречи.